К нашему эфиру присоединяется Алексей Левченко, российский журналист. Алексей, рады приветствовать вас на Фридом. Доброе утро. Такой вот обширный материал собрали наши коллеги в этом сюжете. Ну, давайте начнем, в принципе, с чего мы и начинали. Этот материал с Пескова, который сказал об остром воспалении, которое потребовало внедрения цензуры. Вот как вы расцениваете такое заявление пресс-секретаря Путина? Ну, это, конечно, совершенно диссидентское заявление, потому что, как вы знаете, даже путинская конституция запрещает цензуру в стране, а ссылки на войну в данном случае выглядят странно, потому что никакого военного положения в России не введено. И, соответственно, никаких военных мер, военной цензуры быть не может. Поэтому то, что говорит Песков, как бы он, ну, реально он называет, конечно, вещи своими именами, но, в общем, это фактически, да, человек говорит, что да, в стране идет война, есть цензура, то есть он, как бы, говорит россиянам, да, смотрите, все, так и есть. Как-то вроде, да. Зачем он это делает, да, если, как бы, говорить о том, зачем он это делает, но очевидно, что, как бы, в данном случае Кремль действительно, как бы, не может отрицать до конца то, что есть определенные ограничения упрямлять серьезные проблемы с теми же военкорами, которых он сам же, как бы, и наплодил, да, изначально позволил существовать в этой среде, а теперь они не знают, что с ними делать и как их отрегулировать. И с другой стороны, по-прежнему, Кремль не может справиться до конца с независимыми медиа, потому что, несмотря на то, что какую-то часть из них там, как Москву закрыли, другую часть медиа из страны выдавили, они продолжают функционировать, в принципе, продолжают функционировать во многом гораздо более успешно, чем можно было ожидать, учитывая, что большинство независимых журналистов вынуждены работать за границей, и поэтому, конечно, проблема независимых медиа, она все равно, независимая информация, она остается. И действительно, российская цензура, вот после 24 февраля 2022 года, она обрела новый такой виток в своей истории, да, то, что как раз, ну, спасибо, что еще раз напомнили, что противоречит все-таки, военная цензура противоречит и Конституции Российской Федерации, где прямо сказано, что цензура запрещается, напомню, это статья 29 для наших зрителей. Ну, я так понимаю, что для главного цензурного ведомства страны, это Роскомнадзор, на сегодняшний день Конституция не является определенной помехой. Огромное все-таки, огромное количество тех интернет-ресурсов, тех изданий, которые были закрыты, те, кто были, ну, скажем так, подведены под статью, распространяющую недостоверную информацию от действия вооруженных сил Российской Федерации. За 2023, да, 24 еще не закончилось, а есть информация, да, за тот период заблокирована. 73 тысячи 500 только интернет-страниц. Вот такая вот история, достаточно огромное количество. 558 тысяч 200 запрещенных материалов в прошлом году ведомство удалило из сети, это тоже за 2023 год. 2024, я думаю, не станет исключением, скоро как раз тоже будут подбиваться определенные цифры и статистика. Казалось бы уже, что дальше некуда, но тут решили вопрос еще с Ютубом, да, то, что ныне происходит тоже в Российской Федерации, где-то замедляются процессы его работы, где-то, скажем так, блокируются и так далее. И казалось бы, что уже, ну, нету ничего нового, что может Российская Федерация еще в вопросе цензуры реализовать. Наверняка еще могут придумать тотальный контроль, о котором мы сегодня говорим. Каких границ может все-таки достичь? Как вы считаете, Алексей? Это достаточно сложный, на самом деле, вопрос для Кремля, потому что даже с тем же Ютубом, вы видите, действует очень умедленно. И вот это замедление, оно в самом деле происходит крайне медленно, потому что даже по текущим опросам, где-то две трети россиян крайне негативно относятся к любым блокировкам Ютуба. Какой-то полноценной альтернативы Ютубу по-прежнему в России нет, при этом Ютуб фактически вытесняет традиционное телевидение. И поэтому любой его полноценный запрет, несмотря на то, что технические возможности того же Роскомнадзора и вообще технические возможности по созданию суверендового интернета в России, они значительно возросли за последние несколько лет, полностью заблокировать этот ресурс Кремль просто опасается. И поэтому действует постепенно. Вторая такая крупная площадка, которая дает по-прежнему доступ к независимой информации, это знаменитый Телеграм, в котором, в принципе, можно найти Телеграм-каналы всех, любых, собственно, медиа, и как пропагандистских, так и независимых, так и тех же военкоров с разных сторон. И вообще, в принципе, грамотный пользователь может с помощью Телеграма составить себе полноценную новостную картину, создать там список нужных ему каналов. И Кремль после поражения в борьбе с Телеграмом в 2017 году, опять же, на текущий момент, действительно, он обладает гораздо более серьезными техническими возможностями, чтобы опять попробовать тот же Телеграм заблокировать, но это слишком связано с другими большими издержками, поскольку и у Кремля там серьезная пропагандистская инфраструктура развернута, и таким образом полностью сделать абсолютно выжженную поляну достаточно сложно. Хотя эти попытки продолжают предприниматься, ведь не случайно некоторое время назад два крупных Телеграм-канала в России, связанных именно с Кремлем, как считается, были объявлены внезапно иностранными агентами. Поэтому Кремль будет пытаться дальше постепенно давить там, где может, но люди, которые стремятся к получению независимой информации, такую информацию получать так или иначе будут. В конце концов, многие медиа, которые независимые, готовы перейти даже на распространение рассылок по почте и каким-то другим способом ПТФ-ки посылать со своими публикациями, чтобы люди уже распространяли внутри России как самосдат в Советском Союзе. Так что борьба эта не закончится победой одной из сторон. Ну, так или иначе, действительно, полностью запретить свободу слова очень сложно. Ну, вот вы знаете, цензура и пропаганда – это как сообщающиеся сосуды. Нужно чем-то компенсировать недостаток информации. Тут я хочу перейти, вот начался сентябрь, дети пошли в школу, и ресурс «Можем объяснить» выдал чудесный материал о том, как Минобразование прививает любовь к родине школьникам. Ну, там, если песни шамана на пении петь, это понятно, да? На физкультуре разбирать автомат, учиться водить беспилотник – это тоже куда-то, где-то можно. Но вот физика или химия с привкусом патриотизма, по-моему, уже перебор. Вот вы знаете, нынешнее поколение подростков, да, лет так вот от 15 до 20, у них еще более-менее в России как бы развито критическое мышление, они имеют доступ к интернету, они могут на чаши весов правильное, неправильное поставить и правильно оценить. А вот эта вот работа над младшими школьниками – это можно ли сказать, что где-то там лет через 10 в России появится такое вот потерянное поколение с искалеченной психикой, отравленной пропагандой? Кремль и российские власти очень много внимания действительно уделяли всегда именно пропаганде среди детей. В общем, так было уже достаточно давно, вы можете вспомнить разные неудачные опыты, там, движения «Идущие вместе», «Наши», вот эти все проекты, которые были, когда российское общество находился еще в другом состоянии, сейчас как бы, да, российские власти пытаются воздействовать напрямую на детей через школы. Естественно, это попытка создать тотальную машину пропаганды, как в полноценном тоталитарном обществе, когда тебе с детских лет внушают какие-то правильные лозунги, но мы знаем, опять же, из опыта, что, как это было и в Советском Союзе, где ровно так же существовала огромная машина пропаганды, начиная со школьников, со всеми этими октябрятами, пионерами, и тем не менее, несмотря на это, Советский Союз, когда распался, то от этой пропаганды мало что осталось. То есть, поэтому, что будет через 10 лет со школьниками, мы увидим, но, как правило, через люди, которые сегодня идут в первый-второй класс, через, соответственно, 10 лет они будут тоже подростками, будут школу заканчивать, и это как раз период, когда у них максимально критическое мышление и отрицание того, что им навязывают взрослые. Спасибо вам, Алексей, за участие в нашем эфире. Российский журналист Алексей Левченко был сегодня с нами на связи, говорили о полной цензуре в Российской Федерации, которую продуцирует Кремль. После небольшой паузы мы возвращаемся и продолжим.